Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Кого кумертаусцы хотят видеть в креслах депутатов Совета городского округа, станет известно после выборов 18 сентября. До этого момента необходимо провести ряд предписанных законом процедур. Одну из них, жеребьевку, мест в избирательных бюллетенях, провели накануне в территориальной избирательной комиссии. На заседании избирательной комиссии было установлено, в каком порядке будут располагаться политические партии в бюллетенях для голосования на выборах депутатов в местный совет. Порядок был определен методом жеребьевки. Раскладываются номера от 1 до 4 в конвертах. И конверты вытягиваются в каком порядке? Когда мы на заседании комиссии регистрировали политические партии, естественно, там определено дата, время. В том порядке, в котором зарегистрировались политические партии, в таком порядке производится выбор конверта. По результатам жеребьевки, первой в бюллетенях по единому избирательному округу будет партия «Единая Россия». Далее ЛДПР, КПРФ и Патриоты России. Что же касается одномандатных избирательных округов, то имена депутатов в бюллетенях для голосования будут располагаться в алфавитном порядке. Далее состояла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для проведения агитации на телеканале «Арис» как среди политических партий по единому избирательному округу, так и между кандидатами по одномандатным избирательным округам. Руководителями средств массовой информации были объявлены условия публикации агитационных материалов и показа прямых эфиров. В соответствии с законом статьи 50, об обосновных гарантиях, мы должны, обязаны предоставить вам всем равные условия. Далее, статья 51 предполагает, что участвуют должны зарегистрированные кандидаты только лично. В том числе от имени избирательного и только зарегистрированных кандидатов выбраны эти избирательные округи. По итогам жеребьевки были определены дни, когда в агитации примут участие политические партии по единому избирательному округу, а когда кандидаты по одномандатным избирательным округам. Каждую среду прямо на улице и совершенно бесплатно. Речь о выступлениях Кумертаусского духового оркестра в августе. Первые из серии концертов они дали накануне на площади угольщиков. Ряды любителей живой музыки в минувшую среду пополнил и наш корреспондент. 3 августа на площади угольщиков прошло выступление Народного духового оркестра города Кумертау. Музыкальный коллектив состоит из 18 музыкантов. В основном это любители. Для большинства участников это хобби. Прийти после работы и наслаждаться искусством – дело для настоящего ценителя духовой музыки. У нас платят какие-то небольшие деньги, но поверьте мне, это не те деньги, за которые люди отработают в полный рабочий день, тем более в такую аномальную жару, как сегодня, прибежать после работы, переодеться и сесть и играть для людей. Это не за деньги, никакими деньгами это не купишь. Играть в свободное время, можно сказать, два раза в неделю мы собираемся. Как я считаю, это для меня хобби, хотя я любитель, профессионально барабанами не занимаюсь. Чисто для души, для меня это как приятное времяпривождение. Мне нравится заниматься. Как бы приятная музыка, приятные люди в духовом оркестере. Это как бы и общение со взрослым поколением. Оркестр выступил с программой «Любимые мелодии». Подобные концерты коллектив, как правило, дает в городе Кумертау летом. Этот сезон не стал исключением. У нас ежегодно проходят летние вечера духовой музыки. Духовый оркестр приглашает в этом году. Вот сегодня у нас первое выступление. Цель этих выступлений мы хотели бы возродить как-то духовой музыку, которая в последнее время не так популярна, как хотелось бы. И когда играет живая духовая музыка, она все-таки пробуждает в людях какие-то хорошие черты характера. Ну мы надеемся на это. Это вечно, просто оно как бы сейчас не считается не в формате. Ну я считаю это очень красиво. По словам участников, немного разочаровала посещаемость в этот вечер. Но радует то, что любители живой музыки еще остались. Мне очень нравится духовой оркестр. Надо было маленько пораньше. Они больно уж поздно стали этим заниматься. Но в том году было очень хорошо, мне нравилось. Я ходила каждый день, потому что у меня и папа был в духовом оркестре играл. Это живая же музыка все равно. Живые люди играют на инструментах. Все хорошо, красиво. Очень приятно, когда играет симфонический оркестр. Оркестр приятно слушать в былые времена. Очень приятно. И так какую-то гордость даже имеешь, что у нас еще существует. Пожелать, чтобы побольше было концерты какие-то там. Ну, чтобы почаще был сбор людей, детей. Чтобы все с семьями приходили, слушали. Любители живой музыки оркестр ждет каждую среду в 7 часов вечера на площади угольщиков. Как полированная поверхность зеркала отражает все, что находится перед ним, а тихая долина разносит малейший звук, так и изучающий каратэ должен освободить себя от эгоизма и злобы, стремясь адекватно реагировать на все, с чем он может столкнуться. Это слова известного мастера, родоначальника японского каратэ. Принцип остается актуальным и для сегодняшних адептов этого боевого искусства. А свою верность ему кумертауские каратисты демонстрировали на минувших соревнованиях в столице Башкортостана. 3 июля в городе Уфа в спортивной школе номер 34 состоялся пятый летний Куба города по каратэ, в котором приняли участие около 100 спортсменов из разных городов Республики Башкортостан. Организаторами чемпионата является Федерация каратэ Республики Башкортостан. Организаторами этих соревнований Молодежного кубка по каратэ была Федерация каратэ Республики Башкортостан, а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Куба города – это реальная возможность для спортсменов проявить себя и набраться опыта. С каждым годом увеличивается количество его участников, а вместе с этим и уровень их мастерства. Это доказывает, что качество организации чемпионата растет. Вот эти непосредственно соревнования – это были стартовые соревнования после летнего отдыха, наверное. И у некоторых ребят это были летние лагеря и сборы. Вот это были стартовые соревнования перед началом сезона, для того, чтобы проанализировать состояние спортсмена, в каком они состоянии, какая у них скорость, и над чем им нужно поработать, дабы подготовиться более-менее к чемпионату Республики, который состоится в ноябре месяце. Возможно, кстати, у нас в городе Кумертал. Это еще решается. Наш город на соревнованиях представляли четыре спортсмена с клуба «Легион». Спортсмены участвовали в программе «Кумите». Все наши участники оказались на пьедестале. В своих возрастных весовых категориях вельможин Роман, Азамат Юнусов и Юлия Петрович заняли третьи места. У меня очень хорошее впечатление в этих соревнованиях. Я дома долго готовилась к соревнованиям, на тренировках тоже готовилась. Мне все очень понравилось. Но я извлекаюсь с турнира, ну, как опыт, все вот как свои плюсы, минусы. На будущее, ну, как, ну, буду стараться еще лучше, чтобы было. Без побед спортивный клуб не уехал. Арсений Лапин в финале в тяжелейшем поединке одолел спортсмена из Уфы. Соперники были тяжелые. Они хорошо работали. Но я старался и победил всех. Я выполнил установки тренера. Он мне говорил, как, ну, в самом последнем бою он, соперник был очень большой. Он, Павел Аркадьевич, мне сказал, это такую тактику. Он или делает кизами, или геакуцуки. А потом у Ромаваши. Я разгадал его тактику. И встретил ему в живот. Геакуцуки. Я заработал один балл. И я... Я придержался с этим одним баллом. И я выиграл. Закончился чемпионат, конечно же, награждением. Очень приятно видеть радостные лица ребят, которым вручают почетные грамоты и медали. Коллектив телекомпании желает спортивному клубу «Легион» дальнейших побед, а также развития в своем спорте. В пятницу, 5 августа, стадион «Шахтер» принял соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживала спортсменов в том числе и наш корреспондент. Подобные мероприятия проводятся с целью развития инвалидного спорта и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения мастерства и определения сильнейших для участия в республиканских чемпионатах. На открытии почетные гости поприветствовали спортсменов и пожелали им удачных выступлений. Наша в городе работа, она будет продолжена. И сегодня, к вашему сведению, подписано соглашение между Министерством спорта Республики Машкортостан и городом Кумертау по развитию базовых видов спорта. Определено три вида спорта базовых, задача которых тренеров, работающих в этой области, подготовить спортсменов в уровне сборной республики и в дальнейшем в уровне Приволжского округа сборной России. Для города Кумертау это бокс, дзюдо и, что немаловажно, третий вид – это лыжные гонки и биатлон для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования организованы Центром спортивной подготовки «Вымпел» и Городским обществом инвалидов. Проводится 13-й год подряд. Участие приняли спортсмены-инвалиды из Куюргазинского, Кугарчинского и Зеянчуринского районов, а также из городов Кумертал и Мелиунс. «Очень довольна, что участвует в такой праздник. Вот второй год еду к Кумерталу, приехала. И вообще участвую три года. Три медали имею. Очень рада, что наших таких людей организованно везут. Везде рады. И жить хорошо, и жизнь прекрасна». Участники соревновались в пяти различных видах спорта – прыжках в длину, метании копья, толкании ядра, дартс и беге на 100 и 200 метров. Также спортсмены-колясочники состязались в проезде на время 100-метровой дистанции. Анатолий Кошеленко более шести лет участвует в региональных и республиканских соревнованиях среди инвалидов и успешно занимает призовые места. «Действие делается, что мы инвалиды. Чем мы можем, какие качества проявить, спортивные достижения. Чтобы это проявить, надо очень много преодолеть. Но мы стараемся. Дружно все это проходит у нас, коллективно, организованно. Чем можем, то и делаем». В этом году участие в мероприятии приняли 50 спортсменов-инвалидов. По словам главного судьи, они всегда заинтересованы. С удовольствием приезжают на соревнования из других населенных пунктов. А уезжают с хорошими впечатлениями, благодарят организаторов, улучшают свои спортивные показатели и результаты. «В целом, я судила детей. Я могу сказать, что у детей видно, что и тренера занимались. Уровень по сравнению с тем годом нынче выше». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.